Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90 АМ на нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем YouTube-канале и на страничке Facebook. Наш эфир продолжает программу «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И начнем мы с Мэдфорда Стэнтона Эванса. Почему его книги актуальны сегодня? Совершенно верно. Я благодарю, но по-прежнему без имен. Ну и у меня сейчас такая ситуация, что так как я человек консервативный, и книги в электронном виде не поддаются, а книги в виде печатном, как в старые добрые, недобрые, точнее времена, поступают с большим трудом, но вот удалось тут мне «контрабандную» партию подхватить, обо всех книгах вам расскажу. И начну я сегодня вот с такой вот, да, надеюсь, все ее видят, это название, да, имя Стэнтон Эванс, это имя автора, Стивен Хейворд. Я даже решил посвятить ей наш главный сегмент, потому что, как оказалось, очень многое из того, о чем писал и герой книги, то есть, собственно, Эванс, и его биограф Стивен Хейворд, здравствующий, все очень актуально. Книга, кстати, совсем новая, она вышла в этом году, весной, но вот для «Осени» актуально особенно. Вы наверняка помните, Эванс для меня один из самых часто цитируемых авторов, к сожалению, его в «Живых» уже нет, он умер в 2015 году, его карьера охватывала без малого 60 лет, потому что начал он писать активно в середине 50-х, когда ему было чуть больше 20, а закончил, наверное, году в 2013, то есть, как видите, почти до последнего продолжал работу, и человек для консерватизма вообще очень-очень важный, не менее, а в чем-то, может, и более важный, чем, например, Бакли, и, как по мне, так он, Кендалл и Соуэлл, ну, вот это, наверное, три вообще главных автора, определяющие, что такое консерватизм, ну, для меня, конечно же. Но при всем приятном биографии по сию пору не было, и как-то все знают, кто такой Эванс, ну, консерваторы, но серьезных исследований не появлялось, наконец-то эта ошибка исправлена, книгу рекомендую вам прочесть всем, и все книги Эванса, что найдете, прочитать тоже стоит, потому что, хотя они, и особенно те, что он писал в 60-е и 70-е, связаны с проблемами того момента, но они очень актуальны. Ну, либеральный эстеблишмент, например, понятно, что ничего не изменилось. Политика капитуляции, это внешние политики, уже по названию понятно, что тоже, к сожалению, ничего не изменилось. Прямая явная угроза, не путать с романом Кленси, это о том, как либерализм разрушает американские институты 75-го года, но опять ничего не изменилось. Ну, о двух последних книгах чуть позже. И Хейвард, лично, кстати, Эванса знавший, он вот описывает его жизнь и, естественно, рассказывает нам про человека, а Метфорд Стэнтон Эванс, коротко просто Стэн или Стэн Эванс, это был человек, действительно такое воплощение, что называется, хорошего парня, доброжелательный, всегда готовый прийти на помощь, остроумный, и его незаурядные интеллекты, эрудиции и удивительные знания, но никак не проецировались на какой-то снобизм или пренебрежительную манеру общения. Нет, любил хорошую американскую музыку, сигареты, колу и фастфуд. Более того, когда он жил там, описывается в одном небольшом городке, то обедал, ну, вообще, и завтракал, ужинал в двух ресторанах фастфуда. И когда ему друзья говорили, что надо бы разнообразить свою диету, он отвечал, я этим и занимаюсь, чередую эти два рестора. Ну, и многие журналисты так или иначе учились в его центре, в частности, Энн Коултер и Грег Гатфилд, из тех, кого вы наверняка знаете. И сам по себе Эванс, он един в четырех, правда, а не в трех лицах. Это журналист, замечательный журналист и писатель. Это активист. Это мыслитель, определивший основы консерватизма американского во многом. Ну, или один из тех, кто определил. И это еще и учитель. Не буду говорить педагог, это уж слишком такое, тут неподходящее слово. Именно учитель, потому что огромное количество, как я уже сказал, журналистов консервативных, ну, если можно это говорить, если уместно здесь слово огромное, конечно. Ну, почти все, так скажем, авторитетные консервативные журналисты так или иначе проходили через его либо общение с ним, либо через его журналистский центр, который он организовал в свое время и где давал такие вот уроки в журналистике. Если говорить о карьере Эванса как журналиста, то он с самого начала определил два важных момента. Заметьте, опять, ничего не изменилось с 50-х годов. Вашингтон пост и Нью-Йорк таймс не отражают интересы Америки вообще. Консервативные, неконсервативные в принципе не отражают. И, значит, надо добиваться того, чтобы журналистика описывала реальное положение вещей. Это не означает, что надо все склонять непременно в консервативную сторону. Если врут левые, то тоже врать. Нет. Нужно все рассказывать как есть. Но вот, скорее всего, объективная подача информации, она будет обозначать то, что факты жизни консервативные. И таким образом так оно и получится. К тому же Эванс активно боролся с так называемым, то, что, наверное, в русском переводе будет как журналистика водомерок. А именно, когда журналисты, они просто скользят по поверхности, гоняются за какими-то яркими событиями, но игнорируют идеи. То есть, как считал Эванс, скандальная журналистика, журналистика, которая выводит на первый план дела, не связанные реально с какими-то идеями, с политической борьбой, но которая эффектно выглядит. А она в результате уводит прессу от своей задачи, политической в данном случае прессу, обсуждения идей, обсуждения политических методов, и выводит на первый план сенсационность, то есть то, что реально уводит людей от серьезных проблем. Но если вы вспомните, как освещалось президентство Трампа, вы поймете, о чем писал Эванс еще повторюсь в 60-е годы. Тогда же, кстати, он написал, это 62-й год, заметьте, что так называемые маргиналы правые на самом деле не существуют, есть только левые маргиналы, это элиты, которые думают, что они все знают и способны навязать свою волю кому угодно, и проблема в том, что эти элиты управляют всем. 62-й год, как видите, все точно описал. И своими книгами, своими колонками Эванс боролся изо всех сил с тем, что он считал это элитной, скандальной и заведомо ориентированной на левых журналистикой. Он очень много писал, естественно, о проблемах, связанных с политикой экономикой, всегда такое, через высокие налоги и чрезмерные расходы. Он всегда был антикоммунистом, защитником Маккарти и Комитета по расследованию антиамериканской деятельности, о чем чуть позже. И он, к тому же, обладал удивительной способностью провоцировать левых, когда какую-то, казалось бы, незыблемую установку мог вывернуть наизнанку. Как это было с тем же Маккарти, кроме того, Эванс, один из первых, кто стал противоречить всем этим пафосным установкам о защите прав потребителя, якобы, объясняя, что в реальности все это лишь сковывает бизнес, заставляет людей больше тратить и мешает потребителю, создавая какую-то истерию вокруг зеленой липолитики, вокруг всех этих подробных инструкций, что должно входить, что не должно входить в еду и так далее. Эванс все это разоблачал исправно. И, кроме того, любил еще, например, когда речь заходила о разговорах о том, что у нефтяных компаний и у бизнеса слишком большие доходы, он просто ставил в своих колонках табличку рост доходов нефтяных компаний и рост доходов Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс. Получалось, что у нефтяных компаний рост доходов там порядка 10-15% за 10, условно говоря, а Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост 80%. К тому же, не останавливаясь на журналистике, Кеванс был политическим активистом. Он молодым консерватором еще в середине 50-х сказал, что наши задачи просты. Сперва мы подчиняем себе молодых республиканцев. Такое было такое общество. Потом республиканскую партию. Потом берем власть в стране. Потом побеждаем коммунизм. Хорошая программа, которая во многом сбылась, что самое интересное. И при этом Эванс не сказать, чтобы он был ориентирован на республиканскую партию. Для него задачей были именно консервативные кандидаты, консервативные идеи. Просто видя, что консервативные идеи, консервативные кандидаты, более начиная, даже чуть раньше, но начиная с деятельности Эванса, с 50-х годов, то есть все-таки больше сосредотачиваются в партии республиканской, то он акцентировал свое внимание именно на ней. Эванс был среди создателей молодых американцев за свободу. Весьма авторитетное движение молодежное и консервативное. Эванс был автором Шернской декларации, то есть практически основополагающий документ американского консервативного движения. Он способствовал во многом тому, что был выдвинут Голд Уоттер, и это ознаменовало рост консерватизма в республиканской партии, и то, что консерваторы становятся ведущей силой. После поражения Голд Уоттера он сосредоточился на поддержке Рейгана, после той знаменитой речи 64-го года Рейгана. Эванс сразу сказал, что этот человек будет нашим президентом. И с Никсоном у него отношения были достаточно сложные, потому что в 60-м году, да, Эванс был за Никсона, но потом он считал, что этот камбэк Никсона не нужен, что нужно делать ставку на более консервативных кандидатов, и политику Никсона Эванс в своих колонках исправно критиковал за то, что Никсон ничего не делает с растущими госрасходами, за то, что Никсон дружит с Китаем и многое другое. Был даже момент перед выборами 1972 года, когда Эванс был одним из авторов так называемого письма обращения Манхэттенской дюжины, когда консерваторы объявили, что они отказывают. Не отказываются, там была формулировка «Временно останавливают поддержку Никсона». К ним прислали для переговоров Киссинджера, после чего Эванс сказал, «Я видел Киссинджера три раза в жизни, и все три раза он врал». Но, тем не менее, Никсон послушался консерваторов, и его второй срок, не скажу, что именно Эванса, но Эванс сыграл большой рот. Второй срок начался с попыток как-то остановить рост расходов и упорядочить бюрократию, но потом вы знаете, что случилось. И один из знаменитых эвансизмов – это «Я не любил Никсона до Уотергейта». Это кажется такой провокационным высказыванием, но смысл был в том, что, по мнению Эванса, даже плохой президент не может быть выкинут из офиса такими методами, каким был вытеснен Никсон. Что, кстати, тоже нам хорошо знакомо. То есть, когда группа политиков при поддержке прессы устраивает травлю избранного политика и вынуждает его свой пост оставить, это ненормально. И при всем своем негативном отношении к Никсону Эванс свою колонку после отставки 37-го президента закончил словами «День, когда мы вытеснили, имейте в виду американцев, президента из офиса, мы еще долго будем вспоминать с тоской». Что, как мы видим, в общем-то тоже оправдалось. Кстати, несмотря на его критику, когда они пересекались с Никсоном лично, то Никсон вообще к своим критикам относился вполне себе доброжелательно, то у них каких-то конфликтов не было. Хотя Эванс был из тех, кто мог даже и подраться с оппонентами, сразу говорю. В дальнейшем Эванс, конечно же, был ориентирован на то, чтобы избрать Рейгана. Хотя, когда Рейган победил, то Эванс сразу же стал одним из его критиков, кстати говоря, консервативных же. Я считаю, что Рейган, да, президент достойный, но что он не может назначить достойных, столь же достойных людей на ведущие посты. И как следствие, что персонал Рейгана не позволяет ему реализовать консервативную политику, ну и, значит, ответственность в том числе и на Рейгане Тойю. Рейган тогда произнес, это как на одной из их встреч с журналистами, знаменитую фразу «Я Human Events», где печатался Эванс, читаю, но вы мне уже не так нравитесь. Но, тем не менее, Рейган, хотя от него даже прятали его советники из статьи Эванса, он их находил, читал, и пусть они ему и нравились, но он знал, за что его критикуют консерваты. Потому что Эванс считал, что победа даже вашего кандидата, она ничего на самом деле не дает. Кандидат-консерватор всегда должен быть под огнем за любое отклонение от консервативной политики. Это всегда надо понимать. И, с одной стороны, нужно добиваться того, чтобы кандидаты, либеральные кандидаты, которые помогают, по мнению Эванса, демократам так или иначе, и которые, придя к власти, в общем, ничем от них не отличаются, должны, конечно же, вытесняться. Но, с другой стороны, чтобы кандидаты консервативные тоже не думали, что победа – это все. Знаменитый, часто цитируемый мной, закон Эванса, когда наши люди приходят к власти, перестают быть нашими людьми, он, в общем-то, никуда не делся. Поэтому и Рейгану от Эванса доставалось, но Бушу и понятно. Тем не менее, это вообще к 90-е годы Эванс стал журналистикой, и даже активизм заниматься меньше, хотя вы сами видите, какие успехи были, прежде всего, в активизме. Кстати говоря, тот самый СИПЭК, о котором мы сегодня еще, надеюсь, поговорим, это тоже детище Эванса, как и Американский консервативный союз, как и рейтинги политиков по их консерватизму. И даже выражение «не надо бегать за комарами, надо сушать болото» – это тоже Эванса выражение. Поэтому, видите, он у нас везде. Последние лет 20 работы Эванса в основном были более теоретические. Он написал замечательную книгу «Тема свобода», где объяснял то, как консерватизм происходит из самой идеи американского основания, и как идея американского основания, в свою очередь, связана с иудео-христианской цивилизацией, и иудео-христианскими идеями. Ну и, конечно же, его знаменитая и, наверное, лучшая книга 2007 года, с которой, например, мое знакомство с ним началось, это «Blacklisted by History» про сенатора Маккарти, который, безусловно, шедевр, как биография, как рассказ о внутриполитических конфликтах Америки сороковых-пятидесятых, и как подробный рассказ, с чем, собственно говоря, Маккарти и сражался. Что интересно, Эванс увидел в Маккарти, прежде всего, представителя такого морального христового похода, который боролся за то, чтобы люди отвечали за свой выбор и за те решения, которые они принимают, а не только как какой-то чисто политик, антикоммунист. У Эванса был более глубокий взгляд. Эванс, к тому же, очень критиковал Евросоюз, хотя он обычно о политике европейской писал мало, и говорил, что все эти законы, так называемая свободная торговля, в том числе, которые принимались в Америке, они почему-то не столько свободной торговли, сколько бюрократии, которая получает огромную власть. Он с большим скепсисом относился к протекционизму и к попыткам консерваторов американских перенять так называемый тори-социализм, а именно, когда есть закон и порядок, есть вроде какие-то элементы культурной войны, но при этом госрасходы растут, просто они тратятся на рабочих, на фермеров. По мнению Эванса, это абсолютно тот же самый социализм, просто под другим соусом, и помощь, конечно, рабочим она нужна, но не таким образом. И то, чем Эван занимался в последние годы перед своей смертью, это вопросы нелегальной иммиграции, тогда они среди республиканцев были популярны, даже были какие-то, попомните, многочисленные попытки реформ, Эван сразу стал указывать на то, что это ошибка, что нелегальная иммиграция – это оружие демократов, и что республиканцам подыгрывать демократам нельзя ни в коем случае, и никак не стоит подобные реформы проводить. Что было дальше, мы, увы, не знаем. Конечно же, всем очень интересно, как бы Эванс реагировал на президентство Трампа, и что происходило в последние годы. Но, увы, как я сказал, Эванса не стало в 2015 году, это, безусловно, тяжелая потеря для всех. Не хватает ни его остроумия, не хватает его точных наблюдений, ну и, собственно говоря, и книг его тоже не хватает. Но зато книг новых я имею в виду. Книги старые, они, повторяю, никуда не делись, и вы всегда можете их найти, прочитать. Ну, а если не знаете, с чего, с какой начать, лучше начните вот с биографии Эванса, о которой я вам сегодня рассказал. Ну, а я, да, наверное, уже в заключении, у Эванса много было, как я уже сказал, замечательных афоризмов, высказываний, цитат, которые, правда, лучше связаны с моментом и с тем, как он сам их озвучивал, так как он еще и на радио много работал. Но я напомню вам высказывание его 13-го года, это было, кажется, последнего появления на конференции СИПЭК, вы помните, 13-й год, достаточно такой пессимистический настрой, после победы Обамы в 12-м и победы республиканцев на промежуточных выборах, кстати, уже в 14-м, так что это вот Эванс попал между. И Эванс сказал, что когда вы проигрываете, ни в коем случае не надо падать на пол и сосать большой палец стенаем, и проиграли, мы проиграли, мы проиграли. Нужно находить способы выигрывать. Если бы мы в 60-е годы вели себя так, как ведут себя современные консерваторы, никакого консервативного движения не было бы. Ну и, наверное, это действительно совет всем нам и вам, прежде всего вам, конечно, перед грядущими выборами заранее капитулировать не надо. Ну и следить за кандидатами стоит, и когда они победят, успокаиваться тоже не надо, потому что борьба за консервативные идеи, она не прекращается. Эванс это понимал, и я думаю, мы все тоже это должны понять. Вся жизнь Эванса тому подтверждение. Ну, я на этом умолкаю, время уже поджимает. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Спасибо, Иван. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Иван, в прошлый раз нам не хватило времени, мы хотели поговорить о первых шагах британского правительства. Вообще там ситуация, по-моему, довольно сложная складывается. Увы, да. То есть, если бы мы говорили неделю назад, то все, казалось бы, было неплохо. Но всего буквально за два дня, за последние выходные, все стало меняться, и, к сожалению, совсем не в ту сторону, в какую нам бы хотелось. То есть, напомню вам, правительство Лестрас, все вроде бы хорошо, самое правое, самое консервативное в правильном понимании этого слова. И вот уже Квозик Уортенг, министр финансов предлагает бюджет с радикальнейшими за 50 лет сокращениями налогов, с дерегулированием в ряде вопросов. Ну, правда, с госрасходами там не все так радужно, но, по крайней мере, курс на экономический рост через снижение налогов и дерегулирования был намечен. Сиэла Брейверман, моя любимая женщина в этом правительстве, министр внутренних дел, обращается к полиции и говорит, что дорогая полиция, ползать на коленях, ходить с радугами, это, наверное, хорошо, но вы, вообще-то, не для того существуете. Полиция должна следить за порядком, а в Британии с этим плохо. Поэтому завязывайте с декларативными жестами и приступайте к своей реальной работе. Ну, и, кроме того, Брейверман начинает, точнее, даже ускоряет депортацию нарушивших закон нелегалов и тому подобной публики. И те, там, целая группа людей во главе с Хиттоном, Харрисом, которые отвечают за Северную Ирландию и Брексит, они уверяют, что все замечательно, Северную Ирландию мы отобьем, Евросоюзу дадим полосу, все будет супер. И вот эта ситуация примерно на прошлый понедельник. А вот дальше начинается. Та же самая Элистрас вдруг заявляет, что для того, чтобы было больше рабочих мест, нужно больше мигрантов. Ей все та же Брейверман возражает и говорит, что ничего подобного, не надо нам сюда больше никаких мигрантов. И так хватает. Возникает внутри партийный такой конфликт, который зависает и очень быстро уходит на второй план, потому что британский истеблишмент, в том числе и консервативный, кстати, тот самый Тори социализма, которым Эванс-то нам писал, начинает атаку, ну, то, что было с Джонсоном, это, поверьте мне, ерунда. Та атака, что шла прошлую неделю на новое правительство, это даже то, что было с Трампом, не так серьезно. Опять же, поверьте мне. Потому что Трамп на все это не реагировал, к счастью, и свою программу снижения налогов реализовал. А здесь просто из всех дыр, что британской экономике конец, консервативной партии конец, снижение налогов – это катастрофа, а отмена регулирования – это значит, что все обязательства перед зеленой политикой, они все рухнут. Квозик Уортинг, для него даже был изобретен совершенно убойный термин, он поверхностно чернокожий, такого еще не было, по-моему, Superficially Black, и что лист раз, надо срочно убирать, не то Британии конец. Далее даже упал там курс фунта, хотя потом он вроде снова стал расти, но, к моему глубочайшему сожалению, атака сработала. И вот последние несколько дней это просто, что не новость, то за голову хватаешься. Группа по Брекситу съездила на переговоры с ЕС, вернулась какая-то прибитая, стали говорить, что да нет, там действительно ситуация в Северной Ирландии сложная, все не так однозначно, а мы с вами хорошо знаем, что как только начинаются разговоры, все не так однозначно, это добром не кончится. Мы будем рассматривать проблему глубже, мы были неправы и так далее, и так далее. Квартинг заявляет, что да, он поторопился, и что как минимум налог для людей, зарабатывающих больше, по-моему, 150 тысяч долларов, фунтов, что этот налог, сокращение этого налога отменяется, и что остальные налоги, они будут тоже пересматриваться. То есть, уже ходят разговоры, что дабы утихомирить вот этот самый эстеблишмент британский и европейский, Квартинга могут убрать вообще и поставить какую-нибудь более такую компромиссную фигуру. То есть, мы сталкиваемся, в общем-то, с тем, что вы видите у себя, но, как видите, в Европе это гораздо более серьезно, а именно, что партия, которая номинально консервативная, она давит реальных консерваторов ничуть не хуже, чем оппоненты. То есть, вот этот вот союз лейбористов, прессы, там, BBC, Guardian и так далее, и тому подобное, и примкнувших к ним консерваторов по названию партии, но не по философии, они вот эту выскочку трасс готовы перемолоть. И что хуже, вот эта проблема правительства трасс, то, что это люди, которые не были в оппозиции. Консерваторы власти уже давно, ни черта хорошего пока не делали, вот теперь у них появилась возможность действительно что-то сделать, но оказывается, что вот это долгое пребывание у власти, их мышцы, что называется, обмякли, зубы затупились, и они, оказывается, противостоять не могут. Что бывает дальше, сказать мне сложно. По крайней мере, тут еще не забывайте, что трасса с Байденом встречалась, наверняка было какое-то давление и из Вашингтона, и, как я говорил, при всех моих проамериканских симпатиях, здесь симпатии на стороне Британии должны быть, так как это союзник, и трогать их не надо. Ну вот, будем тут следить за этой ситуацией. Эванс, раз сегодня у нас вся передача проходит так или иначе под его знаком, он, когда я писал про Тэтчер, говорил, что американцам есть действительно в чем британцев догонять. И политика Тэтчер, например, экономическая, это как раз пример для подражания. Вот у трасса был прекрасный шанс повторить, а может даже и превзойти успех Тэтчера. Как она с этим справится, теперь это уже большой вопрос. Мы, конечно же, будем, что называется, за ситуацией следить и вам рассказывать, что и как, но, видите, я всегда с энтузиазмом, потому что, да, когда побеждают политики, консервативные, это всегда радует, но, опять, Эванс, победа еще ничего не значит. Можно прийти к власти и столкнуться с тем, что ты ничего не можешь изменить, ничего не сможешь сделать, и у тебя не хватает сил, увы, противостоять давлению. Вот будем смотреть, что и как. Пока из правительства трасс только две женщины себя хорошо показывают. Та самая Брейверман, ее пока ничего не берет, и Кеми Баденок, она занимается внешней торговлей, ну, не самое такое яркое министерство, но, тем не менее. Обе, кстати, тоже из категории поверхностно-черных, но Брейверман, наверное, индийского происхождения, но тоже из Африки. Баденок вообще из Нигерии. Вот они пока держатся. Квортинг, видите, закачался. Так что следим во внешней политике. Пока вроде, по крайней мере, в вопросах Украины тут политика и позиция трасс в порядке, но если они сдадут историю социализму и Евросоюзу, то, увы, и в вопросах поддержки Украины они себя не будут показывать столь же сильной стороной, как это было раньше. Ну, и Джонсон тоже, получается, навредил все-таки много во внутренней политике, это следует признать, потому что все эти при нем повышенные налоги и зеленые обязательства теперь, видите, консерваторы элементарно боятся. Вот республиканцы не должны бояться, и ваша задача, чтобы они не боялись. Ну, а британцы, посмотрим, что и как. Ну, вот, увы, уикенд был не очень хороший в этом плане. Спасибо. Ну, а теперь в Австралии проходила конференция СИПЭК. Совершенно верно. Тут две новости я так объединил в один сегмент, но давайте по порядку. Тоже пока англоязычный мир. Это СИПЭК, опять же, детище Эванса, которые конференции сейчас проходят по всему миру. Мы вам о каждой рассказывали. Вот, октябрьская конференция СИПЭК прошла в Австралии. Она прошла, что интересно, через неделю почти после выступления, ну, не австралийки, а новозеландки, это и Арден, жуткая совершенно тетка, ковид-диктаторша и все такое прочее, которая на своей речи в ООН практически призвала к цензуре, потому что сказала убийственная вообще фраза «Нельзя бороться с глобальным потеплением, потому что люди в него не верят». Логический вывод – люди в него не верят, потому что его нет, но нет, смысл был в том, что значит надо там правила, цензура, регулирование государственное и так далее, и так далее. К чему я вспомнил, что после этого она из Новозеландии, повторюсь, опять возрос интерес к океане, и вот на этот СИПЭК он подавался австралийской левой прессой как сборище ультраправых, и там прошли демонстрации, при этом весьма и весьма активные, на американских, скажем, конференциях такого нет, потому что они проходят в Штатах в основном со второй поправкой, а вот здесь особо буйные пытались сорвать конференцию, так что смотрите, в Австралии дела в этом плане, мягко говоря, не очень, вкупе с победой лейбористов и тем, что там консерваторы тоже себя ведут, черти как. Но конференция была короткая, всего два дня, и там большинство людей было местных, я бы здесь какие отметил основные моменты, ну что было очень хорошее освещение на моем любимом канале Sky News Australia, который тоже всем рекомендую смотреть, и передача такая, там она называется Outsider, Роу Эндино, Рита Панахи, Джеймс Морро ее ведут, вот они, люди все достойные, особенно Роу Эндино, они освещали все весьма обстоятельно, собственно, у них были постоянные включения, и все, что с этим связано. Из гостей был Фарадж, ну он по всем таким ездит к конференциям, американское представительство поменьше, Уитакер был, Мэтт Шлепп из Американского Консервативного Союза, но что, например, меня порадовало, это то, что конференция в Австралии была первой на моей памяти, где в этом году точно, куда приглашался, приглашалась оратор из Украины, Наталья Мельника, из центра Кахи Бендукидзе, то есть занимающаяся продвижением рыночной экономики, она выступала в Австралии и с большим успехом. Я повторяю, что украинские достойные спикеры, которые есть и которых должно быть больше, просто-напросто обязаны быть приглашены на конференции СИПЭК, чтобы никто не мог потом предъявлять какие-то претензии в прокремлевских симпатиях. Я понимаю, сейчас в Украине немного не до подобных мероприятий, но с другой стороны это хороший способ показать разнообразие взглядов и то, что в Украине есть союзники консервативного движения. Австралийцы это поняли, за что им большое спасибо и Наталью Мельника я заочно поздравляю с успешным выступлением. Из тех ораторов местных я бы выделил двух человек. Это Тони Эботт, бывший премьер, кстати, австралийский и, пожалуй, самый яркий лидер австралийского консерватизма за последние лет десять, который себя на речи представил как консервативный монархист и скептик в вопросах глобального потепления, то есть неизбираемый. Но при этом добавил, заметьте, мне удалось победить, а это значит, что консервативная позиция, на сегодняшний день консерваторы в Австралии, напоминаю, позиционеры, консервативная позиция вполне может побеждать, если она четко формулирует, что ей не нравится в действиях социал-демократов, лейбористов, если мы говорим об Австралии. То есть речь об этом была к тому, что оппозиция должна четко формулировать, какие именно действия нынешних властей противоречат интересам Австралии, мешать правительству нанести вред своей стране и австралийским интересам, и тогда может быть на следующих выборах у австралийских консерваторов что-то и получится. Но хочется надеяться, потому что австралийский консерватизм он после ЭБО-то вообще был не в самом хорошем виде, а уж во время ковида и подавно. Ну, посмотрим, там появились уже новые политики, пока не буду вам забивать голову их именами, продержатся они, станут ли лидерами либеральной партии, так можно запутаться, но ничего не поделаешь. Это напоминает австралийские консерваторы, но речь обо-то была хорошая. Ну, и, как и обычно, хорош был Алан Джонс. Алан Джонс это тоже ведущий со Sky News, но он там из каких-то проблем с контрактом к глубочайшему сожалению ушел, однако это один из самых ярких австралийских консерваторов по сию пору, консерваторов медийных скорее, чем задействованных в реальной политике, но его всегда интересно послушать, такая активная, даже если угодно агрессивная манера подачи материалов, можете найти его выступление еще в времен телевизионные, можете найти его интервью, повторюсь, на ютьюбе его очень-очень много. Джонс, он тоже как раз сосредоточился на вот этой зеленой диктатуре, на пресловутых изменениях климата и увязал это с ковидными мерами. Здесь, да, помятую, что сейчас за подобные разговоры канал могут заблокировать и так далее, я уж не буду подробно пересказывать речь Джонса, но только скажу, что Джонс всегда был противником ковидных мер, за что ему большое спасибо с самого начала, и то, что он увязал ограничения свобод и реальную истерику, которую вызвал ковид, с ограничениями свобод и еще более реальной истерикой, которую вызывают все вот эти зеленые псевдоэкологичные дела, за это ему большое спасибо. Кстати, тоже ведь я об этом говорил, продолжение того, о чем Эванс предупреждал еще в 70-е годы, когда писал, что так называемые друзья земли и природы в реальности враги человечества. Ну, и вот, собственно говоря, лучшие ораторы австралийской конференции нам об этом напомнят. Поэтому, я считаю, в Австралии конференция прошла успешно, жаль, что коротко, жаль, скип, спикеры в основном австралийские, но, тем не менее, те, кто выступил, показали себя достойно. Теперь ждем, она должна была быть в сентябре, но перенесли на ноябрь, следующая конференция это Мексика, тем более, что Южная Америка это проблема, как мы сейчас с вами поговорим. Ну, и я надеюсь, что на мексиканской конференции будут не только достойные южноамериканские и американские консерваторы, но и традиция привлечения консерваторов украинских и восточноевропейских продолжится. Здесь, наверное, все, если Сергей ничего не хочет добавить, то в Бразилию Движемся дальше, в Бразилию, да. Да, вот сказал я про мексиканские, мексиканскую конференцию, и мы уж с вами говорили, что в Южной Америке, несмотря на, казалось бы, наметившееся единение консерваторов, да еще и европейских из-за бера сферы испанских, португальских, как-то вот левые стали власть отвоевывать. Чили, Колумбия тому пример. Но процесс, тем не менее, к счастью, не такой. Односторонний, и вы помните, говорили мы о референдуме по чилийской конституции, левой, которую чилийцы послали вслед за известным кораблем. Вчера были выборы в Бразилии, и противостояли Болсонару и Лула. Лула, у него там длинное бразильское имя, я уж его буду так называть, это воплощение южноамериканской социализма, так его, собственно, и называют. Он вообще угодил в тюрьму за коррупцию, потом вдруг его спешно вытащили, что там обвинения были предъявлены неверно, и выставили против Болсонару, чтобы он возвращал Бразилию к социализму. Все обещали, что он обязательно выиграет, однако же первый тур выборов дал ему преимущество, но не такое, что переходят выборы во второй тур, который пройдет через месяц, то есть 30 октября. и бразильцы все-таки не готовы еще, как мы видим, левым сдаваться, к счастью. Я прекрасно знаю и сам его за это критиковал, что позиция Болсонару по Украине, мягко говоря, удручает, и не так надо себя вести, но проблема в том, что вот здесь Лула, он еще хуже, потому что если Болсонар, он просто занял такую, ну, позорную, конечно, но нейтральную позицию, то Лула, он рассказывает, что, да, Путин повел себя плохо, но украинцы тоже виноваты и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если этот человек придет к власти, то все будет совсем плохо. Болсонару, он, по крайней мере, включен в консервативную систему, и в случае, если в Америке будет нормальная консервативная власть, Болсонару тоже себя поведет нормально, уж поверьте мне. То есть, это через два года будет ясно. Поэтому, при всем, при том, что мне, повторюсь, очень не нравится, то, как он себя вел в последнее время, лучше сохранять его, чем получать этого самого Лулу, потому что при Луле все будет еще хуже. А про Болсонару, по крайней мере, экономика более-менее наладилась, преступность упала, сокращение бюрократии пошло. он все-таки дело делает, это надо признать, с Израилем гораздо лучше отношения, чем у социалистов. Так что, тут, хочешь не хочешь, а надо стараться, чтобы он остался. Ну, и работать, чтобы он и по Украине начал нормально думать. Ну, и другой положительный момент, это то, что в парламенте все равно сохраняются правые и консерваторы. Так что, посмотрим, что будет 30-го числа, но даже если произойдет вариант, который мне бы не хотелось, чтобы происходил, потому что Лула это, ну, совсем никуда. Но, по крайней мере, есть надежда, что его будет сковывать правый парламент и не даст ему в этом его буйном социализме развернуться. Но проблема Южной Америки, она остается, потому что сейчас там Китай, о чем тоже мы не раз говорили, набирает обороты. И то, что Южная Америка может, конечно же, на словах осуждать. Но в реальности, учитывая давние контакты южноамериканских леваков и венесуэльских ли, колумбийских ли, да и бразильских тоже с советскими еще спецслужбами и с Кремлем, а я там напомню, есть компания, которая вовсю помогает венесуэльцам деньги отмывать, она вообще где-то там на Никольской улице работает недалеко от Кремля, и надо понимать, и руководят ею там колумбийские эфиристы, и надо понимать, делятся известно с кем. Так вот, чем больше левых в Южной Америке, тем хуже и для Америки, и для Европы, да и для Украины то. Поэтому будем следить за ситуацией, и все-таки вот тот случай, когда из двух зол надо выбирать меньше, а Болсонару здесь будет уместнее в роли президента, чем Лула. Ну, у бразильцев есть и у союзников Болсонару четыре недели, чтобы его власть сохранить. Хотя, конечно же, эстеблишмент либеральный будет делать все, чтобы социалистов в Бразилии посадить, и здесь либеральный эстеблишмент, как видите, работает на Китае и на Кремль, какие бы громкие слова его представители не произносили. Так что в Южной Америке вот такие вот дела, и советую вам следить за этой, за ситуацией, потому что она к вам близко, и от этого, кстати, еще и зависит и приток нелегалов, потому что при нормальных правых лидерах этот приток все-таки меньше, как правило, а вот будет левачье, значит, экономика рухнет, преступность вырастет, и куда все побегут, в том числе и преступники, ну, ответ вы знаете и без меня, к сожалению. Так что все, как видите, так или иначе упирается в Соединенные Штаты, и поэтому поддерживать правильных политиков вне страны, в общем-то, стоит. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы абсолютно правы, поддерживать правильных политиков вне США дело необходимое, но не менее важное и ответственное дело это избирать правильных политиков в США. Чуть более месяца осталось до выборов, до промежуточных выборов у нас в стране, это очень важные выборы, и от этих выборов многое будет зависеть. и если, ну, конечно, 24-й год тоже не за горами, президентские выборы, и у меня есть опасения, как бы не спровоцировали внутри республиканскую такую, такие соревнования. С одной стороны, безусловно, Трамп все еще популярен в партии, с другой стороны, абсолютно потрясающий губернатор Десантис, и не дай Бог, если они начнут между собой соревноваться за первенство, вот это будет трагедия, как мне кажется. Иван, огромное спасибо, как всегда, очень интересно и познавательно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова